Нездоровое воображение Говарда Филиппа Лавкрафта оставило незаживающую рану на теле массового сознания, которое гноится непроизносимыми кошмарами и подтекает вселенским ужасом уже почти сто лет. Было что-то такое в его рассказах, что заставляет возвращаться к ним снова и снова, а его творчеству обретать новые поколения читателей. Есть в них что-то, что продолжает вдохновлять и других творцов, писать книги, снимать фильмы или делать игры. Дредж тоже не чурается своего происхождения, но в ней типовая лавкрафтянская история подается сквозь треснувший фонарь рыболовецкой шхуны. И это логично, действие нескольких рассказов мастер-ужесов происходило вот в таких маленьких непримечательных прибрежных поселениях и вокруг них, где уже на момент написания рассказов в 20-е годы время остановилось, а поезд прогресса боязливо объезжал их по запасному пути. Обычно героев туда случайным образом приводило какое-то расследование, какая-то нить, после чего они отважно ныряли в пасть безумия. Но сегодня у нас другой случай. Главный герой Дредж это простой работяга, которого нанимают, чтобы он обеспечил пропитанием как раз такую деревню, расположенную на небольшом острове. И отныне здесь каждый день это четверг, потому что вы занимаетесь рыбным промыслом. В вашем распоряжении шхуна, снасти и океан с его обитателями. Надо выуживать рыбу и продавать ее на рынке, а на вырученные деньги содержать и улучшать свое суденышко. И это все. Почти все. Давайте посмотрим поближе. Мы управляем корабликом с видом от третьего лица, здесь прямая схема контроля, а что касается рыбной ловли, это не симулятор. Без свистков, манков, подкормки, копания черви, подъемов полпятого утра и большого каталога спиннингов. Все куда проще. Видите, где-то морская гладь буквально закипает, а снизу видны рыбьи силуэты. Значит, в воду не гляди, там водится рыба. Подплываем к этому месту и начинаем ловить. Конечно, если на корабле есть нужные снасти, удочки или лебедки для определенной глубины. Ловля таким образом это не быстрый, но автоматический процесс. Однако, его можно ускорить. Начинается небольшая аркадная вставка на скорость реакции. Здесь их несколько видов, но суть в том, что надо жать на кнопку вовремя. И все. Если попали, то прогресс пошел быстрее, если подсекли не вовремя, то прогресс откатился. Чуть позже появятся и два других способа ловли, которые не требуют вашего активного участия. Сети и ловушки для крабов. В сетях рыба будет появляться постепенно, пока вы бороздите простор океана, а ловушки надо оставлять в конкретной точке, а потом периодически их проверять. Удивительным образом, наш морячок как-то знает, где какая концентрация крабов без сонаров и подводных камер. Так что вопрос лишь в том, чтобы найти точку, которая будет удобно возвращаться, чтобы забирать улов. И периодически забирать сами клетки на профилактику. Рыбы много. Даже очень много. Есть мелкие рыбешки, есть скаты и камбалы, есть акулы, осетровые, есть глубоководные удильщики и рыбогадюки, кальмары и осьминоги и всякие редкие целлоканты и селедяные короли и прочая чудная живность. И не забывайте о крабах. Тут про них не забыли. Разве морских огурцов удить не разрешается? Порода выловленного ни на что не влияет. Рыба это просто предмет в инвентаре с картинкой и описанием. Ну и сантиметражом конкретного экземпляра. В игре есть большая встроенная энциклопедия местной фауны, откуда можно понять, какие регионы и на каких глубинах населяют морские обитатели, а также в какое время суток они появляются. Несмотря на то, что Лавкрафт писал про побережье Новой Англии, что на севере восточного побережья США, авторы решили разнообразить мир и добавили 4 других сектора. Это коралловые рифы, мангровые заросли, скалистые ущелья и 4, о котором я говорить не буду. В каждом из них водятся свои виды рыбы и морских гадов. В погоне за добычей вы можете исследовать все окрестности и прибрежные воды, необитаемые острова, встречать на них точки интереса, но высаживаться на пляж не дают. Чай не корсары и не пираты Сидомейра. Но когда трюм забит под завязку, а это сделать несложно, самое время вернуться и сбыть улов. Кстати, тут инвентарь с тетрисом, то есть где предметы разной формы и размеров, и вам надо будет заниматься менеджментом его содержимого. Проблема еще в том, что в трюме также установлены двигатели, снасти и фонари, и чем они больше, тем меньше места нулов. Вещи можно по-разному вращать, разве линии схлопывать не дают? И у вас есть как активное, так и пассивное хранилище, и ко второму можно получить доступ только во время причалов. И здесь надо помнить о другом ресурсе, это время. Каждый раз, когда вы передвигаете корабль или ловите рыбу, песчинки потихоньку падают из одной чаши часов в другую. Время идет, и на ваших глазах дневное светило постепенно сменяется ночным. И чем позднее становится, тем как-то неуютнее становится на море. Во-первых, здесь кромешная тьма, и ни черта не видно, а часто бывают туманы, скрывающие рифы. Во-вторых, активизируются некие силы, нечистые или вашего воображения, которые начинают потихоньку сводить вас с ума. Что-то начинает мерещиться, да и мало ли какие опасности таят себе морские пучины по ночам. Ну и в-третьих, нечистые силы заведется, если возить рыбу слишком долго. Потому что она начнет портиться, источать амбре, и через пару дней просто сгниет. А на такой деликатес на местных рынках спрос небольшой. Но иногда на ваши приманки будет клевать какая-то не такая рыба. Что-то с ней явно не так. Острые зубы, огромные пасти, признаки разложения, странная биолюминесценция и прочие мутации. Не от добра она такая становится. Да, игрализация Лавкрафта была бы неполной без одного момента. Постепенные потери рассудка главным героям. Чем дольше вы находитесь в темное время суток на море, тем больше вам будет казаться всякого. А усталые глаза наливаться хроматической аберрацией. Как-то поможет справиться с нервишками осветительная техника, разгоняющая темноту, но не до конца. Если же шкала ужаса достигнет максимального значения, то последует душераздирающая сцена. Чтобы не видеть весь этот ужас, наш моряк возьмет большие рыболовные крючки, проденет сквозь свои глазные яблоки и начнет тянуть в разные стороны, предварительно отрезав себе язык старыми ржавыми ножницами, чтобы не кричать слишком громко. Ну, на самом деле, если вы вдруг пробудете всю ночь на море, то ничего может и не произойти. Наш герой не приедет седым, не вытащит свои глаза за рыболовные крючки и не выйдет погулять, оставив судно дарифовать. Но проветривать мозги не помешает, и выход здесь один – доплыть до ближайшей пристани и отправиться на боковую. Удивительно, но наш морячок бодр и свеж даже после трехчасового сна, и можно снова отправляться на промысел. Расход времени на перемещение напрямую зависит от мощности нашего двигателя, а скорость добычи рыбы – от лебедки или удочки, так что имеет смысл их улучшать при первой возможности. Для этого к вашим услугам магазин и способность открывать новые устройства, вплоть до реактивных двигателей и глубоководных турбоспиннингов. Сначала вам будет едва хватать мощности для исследования окрестной бухты, а потом вы сможете курсировать между разными частями карты за один день. Разве что подводных крыльев не дают подставить. А, и собственно, что такое Дредж? Это альтроковая группа из нулевых, но игра не про неё. Локализаторы перевели это понятие как Драга. Всё равно не очень понятно, но в целом это всякий мусор и вещи искусственного происхождения, что иногда поднимают из морских недр. В игре вы тоже можете рыбачить на месте кораблекрушения и уйдить ресурсы и ценные предметы. Впрочем, это не симулятор подводной археологии, не раскатывайте губы. Здесь всё так же автоматически и с одной кнопкой. Ну и все ценные вещи, драгоценности и жемчуга можно точно так же, как рыбу продавать, разве что в другом месте. На эту вашу особенность обращает внимание некий отшельничающий коллекционер, живущий поодаль от городка. Он просит вас найти несколько необычных артефактов, как раз по одному на каждую зону, и в обмен на это чем-то вас одарить. Кто это и зачем ему всё это надо, не очень понятно, хотя вы можете попробовать его расспросить. Именно он здесь отвечает за сюжет. В каждом поселении вы можете найти других персонажей, пообщаться с ними, выполнить их поручения и получить что-то взамен. Например, получить взрывчатку, которая тут нужна для расчистки завалов. Поговорим про визуал, и это не девятый вал. Дредж вообще довольно простая игра, стивилизованная под направления, которые я характеризовал бы, как текстуры не прогрузились. Вместо них тут такие пастельные переливы и модели с малым числом деталей. Помимо вашего судна, морского трафика тут нет, лишь рыбы, а все персонажи существуют лишь в виде 2D иллюстрации. Ну, не так плохо и всё хорошо видно, по крайней мере днём, но простоватый, честно говоря, этот стиль уже поднадоел. Он был и в Art of Rally, и в какой-то степени Джеллопи, обзоры на которые смотрите на канале. И это объясняет малый объём для трёхмерной игры, это менее 700 мегабайт, то есть дредж в установленном виде можно записать на CD-болванку, ещё останется место, если вы сможете найти её в продаже. А чего в игре оказалось неожиданно много, помимо рыбы, это музыка. Приложенный к релизу саундтрек может похвастаться пятью десятками треков и полутора часами хронометража, не считая пары бонусов и эмбентными шумами разных частей океана. В основном это полный, вкратчивый, томящий меланхолий дуэты фортепиано из трудных, где-то с вкраплениями клавесина и даже ксилофона, а иногда вместо них играет тяжёлый аккордеон. Ну, морская тематика всё же. Всё это в меру мелодично и минорно и позволяет игре выглядеть дороже, чем может позволить такой визуал. Весьма сильный саундтрек для первой работы этой новозеландской студии, в которой, кстати, сойдёт всего шесть человек. Но проблему Дредж мне видится две. Первая, это её продолжительность и отсутствие каких-то новых механик. У вас есть корабль, вы ловите рыбу, давите на одну кнопку, маневрируете между скалами. Вот это вся игра. То есть Дредж имеет один геймплейный луп и далее позволяет вам изменять его численные параметры. Это мне в свою очередь напоминает флэш-игры типа Learning to Fly, где надо было запускать пингвина в полёт. При этом здесь вас никто никуда не подталкивает. Ни Посейдон своими трезубцами, ни Ктулху своими тентаклями. В городах есть по несколько заданий, на море можно найти ещё чуть-чуть, но чаще всего это подай-принеси и чаще всего опять рыба. И часов через пять или шесть всё заканчивается. Ну и вторая проблема, это Лавкрафт. К сожалению, тема его творчества стал настолько избитый, что часто следует по одной и той же формуле. Мы можем предположить, как история начнётся и как она закончится, даже не вникая в детали сюжета. Но это неплохая игра и мне понравился концепт игры без насилия, на котором всё построено. Хотя, ловля рыбы это тоже, в общем-то, вид насилия. Хотя нет, наша шаланда всё же ему периодически подвергается. Да и тут есть пара моментов, когда силовому воздействию подвергается и кое-кто ещё. Ну, как бы без нашего прямого участия. Ну, вот такая вот маринистика. А с вами был Вирджил. Спасибо, что заслушали до конца. Оставляйте свои комментарии, лайки и подписки. Ну, я поплыл дальше. Килька сама себя продавать не будет. Субтитры подогнал «Симон»